Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о такой интересной теме, как фразеологизм. Вы часто слышали фразы «не валяй дурака», «не вешай мне лапшу на уши». Конечно, вы ни в коем случае их не понимали в прямом значении. Но представьте, если такие фразы услышит иностранец. Скорее всего, он их поймет в прямом значении. Например, «не вешай лапшу на уши». Или вообще не поймет, например, «с гульки нос». Или услышит в них угрозу «заруби себе на носу». Хотя мы прекрасно знаем, что «не вешай лапшу на уши» – это не обманывай. «С гульки нос» – это очень мало. «Заруби себе на носу» – значит запомни. Это и есть фразеологизмы. Так что же такое фразеологизмы? Фразеологизмы – это устойчивые словосочетания, употребляемые в переносном значении, которые можно заменить двумя или несколькими словами. Фразеологизмы очень легко узнать в речи. У них есть некоторые отличительные признаки. Первое. Фразеологизмы состоят из нескольких слов. Второе. Фразеологизмы – это устойчивые словосочетания. Третье. Фразеологизмы употребляются только в переносном значении. И четвертые. Фразеологизмы имеют исторические корни. Давайте рассмотрим каждый из этих признаков отдельно. Итак. Первое. Фразеологизмы состоят из нескольких слов. Никогда фразеологизм не будет состоять из одного слова. Как минимум, он состоит из двух слов. Например. Давайте рассмотрим фразеологизмы. Белая ворона – человек, который отличается от других, отличающийся от общей массы. Дело в шляпе – все хорошо, успешное дело. Заруби себе на носу, запомни. Море по колено – совсем не страшно. Развесить уши – подслушивать. Спустя рукава – небрежно. Считать ворон – бездельничать. Черепашьим шагом – медленно передвигаться. Мутить воду – придумать что-то странное, нехорошее. Стрелянный воробей – очень опытный человек, которого трудно обмануть. Или из нескольких слов. Например. Фразеологизмы – это устойчивые словосочетания. Так чем же отличаются устойчивые словосочетания от свободных словосочетаний? Возьмем для примера свободное словосочетание «красивая девушка». Слово «красивая» можно заменить синонимом. Например, «симпатичная девушка». И наоборот. Слово «девушка» можно заменить словосочетанием «молодая особа». «Симпатичная молодая особа». Фразеологизмы ни в коем случае нельзя менять. В устойчивом словосочетании ни одно слово нельзя заменить другим словом. Тогда фразеологизм потеряет свое значение и рассыпется, как карточный домик, из которого вынули одну карту. Кстати, карточный домик – это тоже фразеологизм. Например, возьмем фразеологизм «сесть в калошу», который обозначает попасть в неудобное положение. Мы не можем заменить слово «сесть» словом «присесть» или «калоша» заменить словосочетанием «резиновая обувь». В этом случае, конечно же, он потеряет свое значение. Или другой фразеологизм – «между небом и землей». Значит, находиться в подвешенном состоянии и не знать, что делать. Мы не можем поменять слово «небо» на облака. Мы не можем поменять слово «землю» на поле и так далее. В этом случае, как я уже говорила, фразеологизм потеряет свое значение. Фразеологизмы всегда употребляются в переносном значении, поэтому переводу они не подлежат. Мы не можем перевести фразеологизмы на другой язык. В этом случае они будут пониматься в прямом значении. Фразеологизмы имеют исторические корни. Некоторые филологи утверждают, что все, без исключения фразеологизмы, имеют исторические корни. Просто не все до нас дошло, не все до нас сохранилось. Но существует очень много словосочетаний, про которые нам известно, откуда они появились. Например, очень много литературных фразеологизмов. Возьмем такие, которые появились из конкретных произведений. Например, «Медвежья услуга». Или, например, «А Васька слушает, доест». «Медвежья услуга» – услуга, приносящая вместо помощи вред, неприятность. Первоисточник – басня Крылова «Пустынник и медведь». В басне говорится о том, как медведь, желая услужить своему другу-пустыннику, и прихлопнуть муху, севшую тому на лоб, убил вместе с ней и самого пустынника. «А Васька слушает, доест». Фразу употребляется к человеку, которому говорят, а он не слушает, не считается сговорящими и продолжает делать свое. «Он порча, он чума, он язва здешних мест, а Васька слушает, доест». Первоисточник – басня Крылова «Кот и повар». Или, например, такие литературные фразеологизмы, которые появились из мифологии. «Яблоко раздора» – причина ссора между людьми. Изначально имелось в виду яблоко, из-за которого поругались древнегреческие богини Афина, Афродита и Гера, так как на нем было написано «прекраснейший». Троянский конь – скрытая ловушка. Деревянный конь, в котором спрятались греки, чтобы завоевать Трою. Дамоклов – меч, нависшая угроза. Еще одна история из Древней Греции, когда придворный Дамокл позавидовал царю Дионисию и захотел занять его место. А тот согласился, но повесил над его головой меч на конском волосе. Ящик Пандоры – источник несчастья и бед. В мифах к Древней Греции Зев спасал на землю женщину по имени Пандора и дал ей ларец, в котором задержались все человеческие несчастья. А она не удержалась и открыла его. Ахиллесова пята – слабое, уязвимое место, в честь древнегреческого воина Ахиллеса, которого в детстве окунули в воду бессмертия. И единственным незащищенным местом у него осталась пятка, так как за нее держали, когда опускали в ванну. Давайте подведем итог. Значит, фразеологизмы – это устойчивые словосочетания, которые употребляются в переносном значении и которые можно заменить одним или несколькими словами. Фразеологизмы существуют во всех языках, но такого количества крылатых словосочетаний, как в русском языке, нигде нет. На этом все. До скорой встречи.